Сразу пять древних городищ Жамбылской области в этом году пополнили список всемирного наследия ЮНЕСКО. Окутанные неразгаданными тайнами Ак-Рта с руины прибрежного Кустубе, богатого в прошлом Орнека, Уеднокулан и выдающиеся Ак-Тубе. Древние легенды на великом шелковом пути наконец удостоились одобрения международных экспертов. Ну а местные историки и краеведы уверены, теперь о свидетелях старины узнают тысячи людей и сотни туристов смогут прикоснуться к тайнам тюркского прошлого. Ак-Тубе, Кулана, Кртас, Костубе и Орнек. Шедевры древней архитектуры, стоявшие на великом шелковом пути. Города, где жили и творили знаменитые ученые прошлого, процветала культура, развивалась цивилизация тюрков. От пыльных улочек сегодня сохранилось немного, но каждая, даже самая мелкая находка может рассказать историю целого народа. Сейчас на руинах историко-культурных памятников ведутся раскопки, но уже сегодня они в списке всемирного наследия. Включение в всемирный список это очень долгая, очень кропотливая работа. Например, у нас есть некоторые страны, которые имеют всего одного-двух объектов за все эти годы, включенных в список ЮНЕСКО. А у нас сразу пять городиш были включены. Здесь, конечно, это значение, значение вообще в развитии цивилизации. Городище Ак-Ртас, пожалуй, самое уникальное. Над разгадкой тайн, которые прячут эти строения, археологи и ученые многих стран бьются уже многие годы. Мнения о назначении Ак-Ртаса расходятся. Уфологи, например, считают, что это место в качестве космодрома использовали инопланетяне. Но ученые все же склоняются к тому, что городище начали строить в районе 7-8 веков, период появления на этой территории арабской цивилизации. Это уникальный памятник. Она построена из красного песчаника огромных размеров, при том обработанного красного песчаника. Такого памятника вообще по всей Средней Азии нет. Историки уверены, Ак-Ртас теперь станет настоящей туристической меккой нашей истории. Впрочем, по мнению ученых, такого статуса сегодня заслуживает и древнее городище Тарас. Раскопки этого древнейшего памятника истории ведутся уже больше двух лет. Правда, когда члены комиссии ЮНЕСКО были на месте раскопок, информации и материалов для этого было недостаточно. Тем временем исследования на территории бывшего центрального рынка сегодня, можно сказать, в самом разгаре. В восточной части из Шахристана заложили в трех местах раскопки и разрезы. В одном из них была нами найдена крепостная стена толщина 11 метров, в другом 6 метров. Еще в одном месте, в одном раскопке мы выявили крепостную стену с бермой, с внешней стороны. В общем, раскопки ведутся. Цели большие, задачи тоже. Ну а пока городище Тарас ждет одобрения международных экспертов, здесь планируют отстроить музей под открытым небом.